Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Предлагаю снова уделить несколько минут вашего трейдерского времени, чтобы оценить общую фундаментальную картину, которая характерна для финансовых рынков. То есть, давайте посмотрим за теми основными новостными событиями, которые произошли за прошлый день, ну и, конечно же, оценим перспективы предстоящих торговых суток с точки зрения наших долгосрочных позиционных идей, которых мы придерживаемся очень давно. В ходе этого брифинга, как и всегда, анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Аммаркетса. Воспользоваться бонусом очень просто. Нужно связаться с вашим персональным менеджером и поменять это кодовое слово, соответственно, на бонус на пополнение. Действует он до следующего брифинга. Ну а теперь давайте не будем терять времени переходить к нашим традиционным наступительным активам. Мы начинаем, как всегда, с позиции черного золота. Актуальные котировки на текущий момент 49.40. Если посмотрим вчерашнюю торговую сессию, то она оказалась самой динамичной в плане роста за последние, наверное, недели три. В общем, нефть, конечно же, учитывая такой рост, уже относится к категории лично для меня нехорошего актива, потому что я не ожидал то, что бренд сможет найти основание для того, чтобы двинуть в район 50 долларов за баррель, который остается для этого инструмента мощнейшим уровнем сопротивления. Хотя этот уровень еще держится. Если, опять же, оценим актуальные котировки, видим то, что силенок, опять же, забраться выше у бренда пока явно недостаточно. Причины, которые привели к усилению позиций черного золота по итогам вчерашней торговой сессии. Их на самом деле несколько. Во-первых, стоит отметить, опять же, сирийские вопросы. Конечно же, ближневосточный конфликт – это дело традиционное, скажем, для этого региона. И, соответственно, когда дело доходит до обострения ситуации и возможности срыва поставок, значит, для позиции черного золота – это локальный фактор интереса к этому активу. Тем не менее, хочу отметить то, что эти конфликты, они очень быстро появляются и очень быстро сходят на нет. И практически никогда не имеют, конечно же, стратегического происхождения. Если это так, значит, получается максимум, что может бренд испытать, скажем, в отношении собственной стоимости со стороны этого новостного фона – это локальное усиление позиций. Долгосрочно, опять же, побороть общий фундаментальный фон, который связан с теми затяжными инвестиционными идеями, аргументами в пользу коррекции черного золота, конечно же, Сирии явно силенок не хватит. Второй момент, который также сейчас можно использовать в качестве объяснения локального бычьего ралли по нефтемарке Brent и WTI – это основа разговора о новых дополнительных экономических стимулах со стороны Народного банка Китай. Якобы найдены какие-то новые инструменты, которые сейчас в ближайшее время будут задействованы для того, чтобы стимулировать экономику и, соответственно, скажем, в попытках избежать еще более затяжной, более неприятной посадки в целом для экономики Поднебесной. Но здесь ключевое слово является ожидание. Мы знаем то, что Народный банк Китая уже на протяжении нескольких месяцев пытается, конечно же, снизить, сгладить, нейтрализовать вот эти негативные эффекты, которые характерны для рынка, но пока, собственно, это явно не удается. Даже если мы посмотрим на оценку последнюю от Международного валютного фонда и Всемирного банка, прогнозы предполагают тот факт, что темп экономического роста продолжит снижаться. И, скорее всего, при сохранении текущей экономической конъюнтуры эта тенденция временная, негативная для Китая, сохранится еще как минимум пару лет. Поэтому каждый раз, когда я описываю долгосрочные инвестиционные идеи по Brent, я отмечаю то, что у нас есть уже факторы долгосрочного влияния и негатива для этого рыночного инструмента. То есть в 2016 год, скорее всего, мы перейдем с теми же самыми рисками, которые были характерны для этого актива в 2015 году. Поэтому, еще раз повторюсь, долгосрочная идея, предполагающая трейдинг по Brent, оставляет возможность для снижения этого актива даже в район 45 долларов за баррель, а может быть даже еще ниже. Есть ли другие факторы, которые локально, а может быть даже локально с переходом в такое фундаментальное позиционирование смогут пересилить сейчас этот легкий позитив, характерный для этого актива? Я считаю, что да, поскольку вчера министр Саудовской Аравии сообщил о том, что министр нефти ОПЕК будет и дальше предпринимать все возможные усилия для того, чтобы расширить экспансию собственной доли на мировом рынке энергоресурсов. И если мы вернемся в прошлые выходные, когда Саудовская Аравия, да и в принципе еще ряд участников ближневосточного картеля сообщили о снижении отпускных цен на нефть, это в целом указывает на то, что ОПЕК следует, скажем, делам за словом. И, соответственно, если эта тенденция продолжится, а сомневаться в этом не стоит, действительно, опять же, нефтяной картель будет руководствоваться прежней целью – это сохранение, а может быть даже еще и расширение своего пребывания и своей доли на рынке энергоресурсов. То есть, к декабрю, когда пройдет следующее заседание ОПЕК, мы подходим с, может быть, даже еще более актуализированными рисками для позиции черного золота, поскольку прекрасно понимаем, что ОПЕК не хочет сейчас самостоятельно влиять на актуальную ценовую конъюнктуру, а может быть даже актуальные цены, они как раз и позволяют ближневосточному картелю, опять же, делать постепенные шаги, направленные на реализацию их целей по экспансии на международных рынках. Поэтому глобально у нас достаточно прежних аргументов, указывающих в пользу того, что Brent будет оставаться под давлением, для нас это как раз и возможности сохранения коррекционного импульса и движения в район 45 долларов за баррель. Что касается российской валюты, актуальные котировки на премаркете 64,71. То есть, если мы уже отметили, что Brent практически умудрился забраться выше 50 долларов за баррель, соответственно, вот этого восходящее движение оказалось более чем достаточно для позитивной динамики и российской валюты, учитывая их корреляционную взаимосвязь. Других факторов на рынке России сейчас, по сути, нет. Мы знаем то, что эта взаимосвязь и ценовое взаимодействие, а синхронность поведения будет сохраняться. И опять же, если проецировать и делать прогнозы на дальнейшую динамику российской валюты, здесь нужно, разумеется, как и всегда, отталкиваться именно от динамики черного золота. Если мы сейчас возьмем и перемножим, опять же, актуальную котировку на премаркете на тот курс, который характерен сейчас для Brent, то есть 64,71 пара USD RAP и, соответственно, стоимость Brent 49,40. Получится сумма 3196 рублей. Это стоимость барреля в рублевом эквиваленте. То есть я несколько недель назад отмечал то, что для достаточности российского бюджета необходима сумма повыше. 3200-3300. И получается, что сейчас эта планка уже ниже и, получается, нужно ожидать, опять же, новых дополнительных действий со стороны российского мегарегулятора, которые будут направлены на сознательную девальвацию или, по крайней мере, препятствия еще большего укрепления российской валюты. Поскольку все будет, скажем, вертеться именно касательно актуальных цен на рынки энергоисусов. В общем, по рублю я считаю то, что вероятность того, что USD RAP закрепится ниже 65 незначительно. Может быть, какое-то время, день-два, мы будем наблюдать консолидацию рядом с этим рубежом. Но в целом, может быть, уже даже к концу этой недели пара USD RAP снова уйдет выше 65. И, соответственно, продолжить придерживаться прежней инвестиционной идеи, которую также отметили мы, это идея, предполагающая возможности еще большей девальвации российской валюты по причине таких же ожиданий снижения цен на энергоресурсы. Что касается европейской валюты против доллара. Опять же, сейчас на рынке присутствуют резонирующие эффекты от прошлых макроэкономических отчетов, то есть прошлой недели. Это снижение индекса цен производителей и, разумеется, индекса потребительских цен в рамках еврозоны в целом. Оба отчета на негативную территорию, хотя индекс цен производителей, это восьмой, по-моему, прошлый, то есть отчет пятницы, восьмое снижение подряд в этом месяце. Отрицательные значения даже держатся уже больше года. А вот индекс потребительских цен в годовом эквиваленте оказался на отрицательной территории, вопреки оптимистичным ожиданиям, которые присутствовали на рынке касательно того, что этот индикатор сможет удержаться на положительной территории. Мы же отмечали, что риски для того, чтобы индекс потребительских цен просел, соответственно, в красную зону присутствуют. И, соответственно, эти риски и уже как факт, совершившийся реальностью того, что уровень инфляционного давления уже стал реализованной дефляционной угрозой, соответственно, позволяют нам снова вернуться к идее, предполагающей возможность новых мер экономического стимулирования со стороны Европейского Центрального Банка. Эти меры мы ждем уже очень давно, но сейчас, опять же, на фоне актуальных макроэкономических данных у нас появился очень хороший повод, и это, собственно, воочию убедиться в том, что, наверное, ЕЦБ действительно будет действовать, потому что крыть эти риски им уже практически нечем. То есть условия для более агрессивного выкупа активов не созданы, поэтому осталось дождаться официальной позиции Европейского Центрального Банка, в частности, сегодня в 20.00 по московскому времени пройдет конференция руководителя Европейского Центрального Банка Марио Драги, где, разумеется, мы будем следить за его риторикой, потому что она будет посвящена актуальным показателям по инфляции, опять же, уже актуальной дефляции, и я уверен, что ему придется ответить на вопросы, предполагающие, опять же, определение тех инструментов, которые будут использоваться Европейским Центральным Банком для противостояния рискам и угрозам глобального характера. В общем, конференция будет непростая, соответственно, ждем, может быть, намеков на обновленный новый вектор экономической политики со стороны европейского мегарегулятора. Для нас это, конечно же, ожидание, связанное с возможностью увидеть как раз, ну или, по крайней мере, хотя бы легкий намек на то, что расширение программы – это вопрос ближайшего времени, и от этой идеи по-прежнему не нужно отказываться. Если хотя бы даже вербального характера эти намеки будут обозначены на рынке, разумеется, европейская валюта продолжит дальнейшее снижение. Если в пятницу мы закрыли, собственно, торговую сессию, опять же, в районе консолидации с уровнем 1.12 по паре евро-доллара, сейчас мы видим то, что актуальные котировки 1.1183, и европейская валюта уже на азиатской торговой сессии также сохраняет коллекционный импульс, который может привести этот тандем валютных активов еще ниже. Наша цель ближайшая 1.10, от нее пока не отказываемся. Доллар японская иена сейчас уже снова выше сопротивления 120, актуальные цены 120.43. Здесь уже стоит отметить даже не только факт того, что трейдеры практически полностью проигнорировали слабые макроэкономические данные по американскому рынку труда, все-таки руководствуясь действительностью и должным образом, наверное, реагируя на тот прогресс, который характерен для этого сектора американской экономики. Один отсчет, он еще не меняет картину в целом, потому что уровень безработицы, он уже в одном шаге от целевого значения. Я думаю, что если уже октябрьские non-farm perils, то есть эти, которые мы будем анализировать, получается, уже в начале ноября, смогут прервать вот этот легкий негативный тренд по слабой non-farm perils, соответственно, у доллара будут уже достаточно новых оснований, опять же, учитывая прогресс на американском рынке труда, закладывая в собственную стоимость ожидания повышения процентных ставок. Мы сейчас продолжаем следить за конференциями руководителей ФРС. Собственно, в последнее время большая часть оценок смещена в пользу того, что до конца 2015 года мы услышим об этом прорывном решении. В общем, если говорить про сегодняшнюю торговую сессию, сегодня уже практически ближе к концу дня нас ждет еще одна конференция и выступление высокопоставленного американского чиновника, представителя ФРС, Вильямса, где, наверное, также будут сделаны субъективные оценки касательно сроков повышения процентной ставки. И что-то подсказывает мне, что этот господин, собственно, так же, как и большинство тех, кому мы уделяли внимание в последнее время, также склоняется в пользу того, чтобы повышение процентной ставки было уже обозначено в качестве фактического решения до конца 2015 года. То есть мы от нашей идеи, связанной с ростом доллара, разумеется, не отказываемся. На рынке по-прежнему достаточно оснований для усиления позиций доллара. Ну и, опять же, анализируя этот тандем валютных активов, то есть доллар против японской иены, не забывайте о том, что есть еще и соответствующие фундаментальные ожидания со стороны японского мегарегулятора. В частности, есть даже незначительный шанс, вероятность того, что по итогам завтрашней пресс-конференции мы сможем услышать, либо получить намеки того, что и Банк Японии, наверное, будет вынужден расширить программу количественного смягчения, которая на текущий момент осуществляется в формате 80 триллионов иен в год. Почему? Потому что индекс потребительских цен также не удается поднять со дна, и по итогам прошлого месяца мы увидели первое оснижение на 0,1% за последний год. То есть в целом программа также несостоятельна, а значит логика, которую мы транслируем в отношении европейского мегарегулятора, она также сейчас характерна и для Банка Японии. Поэтому сейчас будем следить за пресс-конференцией руководства японского мегарегулятора, и, разумеется, ожидание новых мер экономического стимулирования со стороны Японии и потенциальное ужесточение монетарной политики со стороны ФРС позволяет на контрасте монетарных режимов делать ставку именно на рост этого тандема валютных активов, то есть доллара и японской иены. Наша цель – это закрепление выше ближайшего сопротивления, которое значится в районе 121 и 121.50, это следующее, и, собственно, движение к долгосрочной цели, предполагающей возможность роста американца в район 125 иен против, собственно, американца. Фунта. Актуальная котировка против доллара 1.51.58. То есть снова британская валюта корректируется. В пятницу на фоне слабых макроэкономических данных американского происхождения фунт, собственно, как и другие рисковые инструменты, смог использовать локальную слабость доллара для усиления собственных позиций. Но я уже тогда сказал, что потенциальный рост и возможный рост фунта может быть связан только с таким ложным выпадом наверх, поскольку мы прекрасно понимаем, что общая фундаментальная картина сейчас по-прежнему создает достаточно оснований, чтобы мы добрались до нашей цели, которая находится ниже уровня 1.51 по паре фунт-доллар. В частности, из актуального новостного фона. Вчера вышли данные по индексу активности в сфере услуга, и это снова слабый макроэкономический отчет. То есть сейчас у нас уже актуальная статистика, и мы говорим о том, что отчет прошлого дня оказался по темпам экономического расширения производственной активности в сфере услуга минимальным за последние 2,5 года. По факту 53,3 против прогноза 56,6. Чтобы вы прекрасно понимали, речь идет о секторе услуг, который делает 80% всего темпа экономического роста британской экономики. То есть на это направление приходится 80% всего промышленного производства. Поэтому если сектор действительно сохраняет, опять же, тянгу к стагнации, которая рискует уже в ближайшее время, если ситуация не изменится, завести этот показатель ниже 50 пунктов по индикатору, который будет указывать уже на еще больше риски замедления и спада, соответственно, у нас будет еще больше негатива, которое мы, разумеется, продолжим транслировать в динамику британской валюты. На текущий момент мы видим то, что фунт тяготеет к нашей цели, движение ниже уровня 1,51. Все будет зависеть, конечно же, от фундаментально насыщенного четверга, точнее, дальнейшая динамика, поскольку в этот суперчетверг сразу несколько серьезнейших макроэкономических отсчетов будут опубликованы в рамках одной торговой сессии. Но я думаю, что негативный тренд не изменится, хотя сюрпризы, конечно же, могут быть. Но до четверга даже вот этого индекса, опять же, и факты его замедления уже достаточно, чтобы продолжать делать ставку на коррекцию и британской валюты. Потому что, учитывая столь слабый отчет по индексу и в целом состоянии сферы услуг, основа, разумеется, будут меняться ожидания касательно сроков повышения процентной ставки. И каждый слабый макроэкономический отчет, разумеется, оттягивает это потенциальное решение. По британцу, собственно, делаем ставку на прежний селл, и пока эта идея также состоятельна. Что касается других активов, австралиец, сегодня на азиатской торговой сессии его можно характеризовать как фундаментальный герой, потому что сегодня была опубликована процентная ставка, как и ожидалось, она осталась на прежнем уровне. Актуальные котировки по паре OutUSD 0.7123. Несмотря на то, что ставку не снизили, мы прекрасно понимаем, что это не лишает возможности участников рынка дождаться такого решения по дополнительному шагу экономического стимулирования уже по итогам следующего заседания. На текущий момент, руководствуясь, опять же, прошлыми формулировками представителей Резервного банка Австралии, австралиец по-прежнему слишком дорогая валюта, разумеется, из-за снижения инвестиций и капиталовложений в эту экономику, а также на фоне падения цен на сырьевые активы, Австралия продолжает терять, слабеть с точки зрения экономического роста. Для нас это потенциальные риски того, что, в принципе, этот негатив, точнее, для нас это возможность полагать, что этот негатив сохранится и дальше. Для австралийца это еще одна предпосылка для стратегического и долгосрочного ослабления. Поэтому по паре AUTUSD мы по-прежнему ждем оснижения этого тандема валютных активов ниже уровня 0.70. Еще хотел отметить пару USD с ВИСи. Актуальная котировка 0.9760. То есть, видим то, что американец снова прессингует. Опять же, толкает франка против себя именно к паритетному значению. То есть, если в конце прошлой недели мы видели уровень практически 0.97, я уже тогда отметил, что это отличная ценовая возможность приобрести франка против американского доллара по более комфортным ценам. Я думаю, что вы воспользовались этой рекомендацией, потому что мы ждем движения пары USD с ВИСи в район паритета. И, судя по актуальным котировкам, до этой цели остается совсем чуть-чуть. Что касается кодового слова на сегодня, это риторика. Величина бонуса 6%. Если у вас остались вопросы, можете оставлять их на нашем официальном канале на YouTube под видео окном. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok